добрый день дорогие зрители сегодня на православном канале экзегет мы с вами продолжаем беседовать о празднике ваш двездвижный честного животворящего креста и связанным связанными с этими событиями святынями коих в особенности так много на святой земле ну и в частности в иерусалиме и так мы с вами говорили что то место где святой равноапостольной императрицы елены был обретен животворящий крест христов находилась непосредственной близости от той части храмового комплекса в честь распятия воскресения христова которые были построены сначала святой елены потом были перестроены в другое уже в последующие времена вот над местом воскресения и над местом распятия господа нашего иисуса христа непосредственной близости от голгофы которая находилась под сводами храма мартирион была и небольшая часовня над местом обретения животворящего креста впоследствии когда как мы говорили храм был перестроен крестоносами и все святыни оказались под единым таким вот храмовым пространством то в него оказалось в качестве такой ну что ли несколько отдельной что ли части включена и вот это бывшая часовня сейчас вход в нее ведет из той части храма гроба господня который называется амбулаторий амбулаторий ну на самом деле здесь не имеет никакого отношения к больницам и к амбулаторному лечению нет это место вообще это название восходит к понятию совершение прогулок или каких-то процессий в религиозном отношении именно для этой цели она и служила это такая галерея которая опоясывает собою центральную часть храма гроба господня вот тот самый анастасий он или кириакон и вот из этой галереи ведут уже ступени оттуда можно подняться и на саму голгофу которая тоже уже стала не отдельным храмом а вот такой частью храма гроба господня но там расположен свой престол как раз на том месте где когда-то стоял крест господа нашего иисуса христа сейчас после последнего пожара в котором в значительной степени пострадал это великолепно украшена еще крестоносцами часть храма сохранилась лишь ну совсем немного от былого великолепия пострадал от огня и крест который стоял на голгофе до этого пожара в 19 веке сейчас он перенесен находится в лотаре храма воскресения христова в монастыре малой галилея на елеонской горе мы также уже рассказывали об этом месте об этом монастыре в нашей беседе посвященном посвященное успению пресвятой девы марии как-то вот упоминали о том что в лотаре этого храма находится древний крест который когда-то стоял на голгофе но оговорюсь еще раз это совсем не тот крест не крест христов который когда-то был главной святыней христианского мира и главной святыней этого великолепного храма сейчас после пожара и восстановления лишь маленький фрагмент великолепной византийской крестоноской мозаики можно видеть под сводом католической части голгофы там вот если встать прямо посередине поднять голову наверх то вы увидите такой небольшой медальон сравнительно в котором сохранилось изображение так называемой мандорлы с итальянской это миндалина это такое сияние в котором господь наш иисус христос изображен возносящимся на небеса это великолепная византийская мозаика единственный фрагмент вот того украшения храма которое было создано здесь в 12 веке усилиями византийских мастеров по приглашению крестоноских правителей иерусалима но тем не менее для нас несмотря конечно ни на что голгофа является ну такой величайшей святыней величайшим местом где очень живо воспоминаются и страданий христовы и вспоминается животворящая сила честного и животворящего креста и так если спуститься с голгофы по боковой расположены в православные участие такой не парадной совсем узенькой лесенке то вы как раз оказываетесь вот в этой самой амбулатории вот в этой галереи которая опоясывает собою внутреннее пространство храма и из нее недалеко от голгофы можно увидеть такой проход и лестницу из двадцати восьми ступеней капельных которые ведут вниз как раз таки в часовню святой елены и обретение креста христова интересно паломники которые спускаются по этим каменным ступеням успевают обратить внимание на то что каменные вот эти стены гладко отесаны этой лестнице все испещрены ровными рядами высеченных в камне крестов различной формы буквально сотни если не тысячи таких изображений покрывают собою камни стен этого древнего храма это напоминание о той древней традиции которые особенности в основном сохранилась у представители армянской церкви армянские паломники как правило весьма трепетно почитавшие хачкар то есть изображение креста христова из-за чего сейчас их иногда презрительно называют хачами или хачками совершенно не отдавая себе отчета что в действительности это такое казалось бы обидное прозвище восходит к армянскому слову хачкар то есть крест святой крест таким образом этих людей называют крестиками что с одной стороны конечно звучит обидно но если вдуматься в смысл этого выражения то может быть даже это и комплименты достоинства так вот невероятно трепетно почитавшие крест христов армяне вот этими хачкарами изображениями креста отмечали это место в знак того что они совершили сюда паломничество были даже судя по всему специальные каменотесы которые за определенную плату могли вот таким образом увековечить посещение память о посещении тем или иным паломником этой святыни этого храма ну конечно ввиду такой вот как бы большой посещаемость этого места никаких имен там не сохранялась просто вот выбивался вырезался такой вот памятный крестик на каменной стене так что вот они густо собой покрывают вот эти каменные блоки с которых сложен этот храм внутреннее пространство было в таком вот виде как сейчас создана именно крестоносцами никаких следов собственно византийской часовни в настоящее время не сохранилось в этом подземном храме сейчас как бы ну вот две такие вот части одна наиболее значительная до сих пор православными именуется храмом святой равноапостольной елены а армяне посвятили эту подземную часовню памяти вардана вортопеда родственника григория просветителя армении вортопед это военачальник который с оружием в руках защищал юную армянскую церковь от всех со всех сторон нападавших на нее врагов и также это этот храм вардана вортопеда посвящен также и остальным армянским мученикам которые пожили свою жизнь за защиту христианской веры которая их страна приняла ну наверное одну из первых по крайней мере армяне очень любят как-то этим хвалиться что они на официальном уровне приняли христианство как государственную религию еще даже раньше чем это сделала собственно сама римская империя сейчас пол этого храма украшен очень такой красивой мозаикой которые изображают различные святыни армянской церкви в центре находится изображение горы арарат который сейчас правда находится не на армянской а на турецкой территории с видимым на ней ноевым ковчегом ну а также и все какие-то остальные наиболее значимые для армян святыни они нашли свое отображение в этой мозаике с правой стороны этого от этого храма существует еще такое так сказать небольшое церковное помещение которое как раз таки и отмечает вот ту самую то самое место где святая елена обрела крест это место на полу выложена специально такой барабанной инкрустации также с изображением креста а стены и своды представляют собой практически нетронутую грубую скальную породу то есть мы можем видеть им на ту скалу часть головы на вершине который когда-то стоял крест христов снизу там если приглядеться еще можно увидеть остатки росписи фресок 12 века также выполнены византийскими мастерами во времена владычество крестоносцев но правда от них осталось совсем совсем немного они не перенесли вот всех тех тяжелых обстоятельств которые сопровождали собою христианскую историю на святой земле а с левой стороны от храма вардана вортопеда находится такая маленькая дверка которая ведет в помещение которое собственно говоря не относится никакому статуса кво и по большому счету никому не принадлежит потому что это небольшое помещение было обнаружено в 1970-е годы когда здесь шли восстановительные работы и тем кому посчастливится с разрешения армянских священнослужителей храма гроба господня попасть вот в эту небольшую часовню окажется наверное в самом древнем храме на земле этот храм является подземной катакомбанной частью еще языческого храма в честь венеры которые как мы рассказывали была построена на месте крестных страданий господа иисуса христа и вот в этой катакомбанной подземной части некий неведомый нам христианин изобразил оставил изображение на камне высоропанная корабля мачта которого как раз таки вот сохраняет форму креста христова вот этот символ корабля с крестообразной мачты являлся распространенным тайным символом у первых христиан у ранних христиан которые вынуждены были по причине гонения от язычников иудеев скрывать свою веру и как мы знаем пользовались особыми знаками которыми отмечали места своих собраний одним из таких знаков была рыба ихтиоз буквы которые составляют в греческом языке слова рыба христиане трактовали как иисус христос сын божий и составляли такую вот анаграмму символом который являлась рыба поэтому рыба очень часто вот отмечала места тайных собраний христиан другим таким символом церкви ранней древней христианской церкви был корабль тоже такой символ именно спасение которому направляется церковь в образе корабля а руководствуется в этом плавании в этом спасительном пути крестом христовым которые и изображается как мачта этого корабля то есть здесь находился древнейший христианский катакомбный храм где вероятно немногочисленные христианские общины молились совершали свое моление на священном для них месте хотя и скверненным построенным сверху над ним языческим храмом но попасть конечно вот в эту древнейшую часовню этот древнейший храм сейчас конечно это такая очень редкая счастливая возможность и далеко не всегда армяне соглашаются то то чтобы провести туда кого-то постороннего тем более что идти надо в общем-то через алтарь а тем более не принадлежащего к армянской церкви и к армянской нации почему армяне получили вот такую возможность и свою часть храма гроба господня в частности вот этот вот древний храм святой елены и или мученика вордата в ортопеда ну потому что армяне выступили одним из таких главных союзников крестоносов на святой земле греки были константинопольского патриархата были в основном вся их иерархия изгнана из иерусалима после его завоевания латинянами а армяне и сирийцы заключили унию с католиками крестоносцами благодаря этому получили и церковные здания и вот часть даже своего имущества владения в храме гроба господня и даже свои отдельные кварталы в иерусалиме армяне надо сказать этот квартал сохранили хотя не совсем на том месте где он исторически располагался ну а сирийцы тоже его утратили и тоже сейчас находятся на сионе не там где когда-то находился принадлежавший им квартал занимавший северную часть современного мусульманского квартала прилегающую к дамасским или шхемским воротам и так вот этот храм это часовня святой равноапостольные елены он до сих пор является местом где мы можем поклониться обретению креста христова спеть кресту твоим поклоняемся владыка величание кресту христову и с благоговением принести наши молитвы наше почитание на этом месте конечно там к сожалению практически отсутствуют православные какие-то иконы изображения есть только бронзовая статуя святой равноапостольной царицы елены которая была подарена в конце 19 века храму гроба господня австрийская венгерским императором максимилианом но там где просияла сила креста христова наверное даже не требуется присутствие каких-то других священных символов или икон его святыни вполне достаточно для того чтобы просветить своею силу сердца приходящих на поклонение в это место православных христиан другое место которое также в иерусалиме связано с почитанием креста христова это также вот такой вот очень известный монастырь креста он так и называется более того так называется долина даже в которой он расположен этот монастырь находится собственно говоря за пределами старого города то есть уже в новом Иерусалиме то есть в новом городе в той части города которая выросла уже в 19-20 веках вокруг стен собственно самого старого города которые принято было именовать Иерусалимом и вот это вот долина у евреев до сих пор называется Эмекхамацлева долина креста и там с древности по меньшей мере 6 века высится такой похожий на неприступную крепость монастырь креста история его появления связано с такой очень распространенной в особенности в византийские периоды в средние века легенды согласно которой само древо креста христова то дерево из которого он был составлен выросла на этом месте легенда она очень такая любопытная многие наверняка ее слышали но тем не менее мы ее повторим на всякий случай для тех кто ее не знает легенд это гласит о том что как мы знаем лот после того как бежал из Содома и Гоморы из тех городов которых вынужден был мучаясь в своем сердце от нечестия и у жителей проводить в этой области в Содоме свою жизнь окруженной нечестивыми людьми он скрылся в горах неподалеку от Хеврона и там с ним произошла такая очень неприятная история описанная в книге бытия когда трое его дочерей оставшись без матери и с престарелым отцом ну вот покусились на такое неправедное деяние напоили его вином и по очереди пока он находился в бесчувственном состоянии соокупились с ним сделавшись прародителями таких родственных но враждебных впоследствии идеям народов как амаликитяне и амадянитяне и лот узнав о том какому он подвергся тяжелейшему искушению весьма раскаивался перед богом проливал множество слез оплакивал такое свое невольное падение и по преданию авраам желая узнать примет ли господь покаяние лота взял три сухие палочки которые были изначально принадлежали кипарису кедре кедру и сосне воткнул в землю и велел лоту ну по разным как бы приданием по одной версии плевать это эти палочки влагой собственных слез а по другой версии возить для полива этих ветвей воду из иордана из далеко расположенных святых источников дьявол всячески препятствовал старцу опрокидывал его ношу с водой когда он уже нес его для того чтобы полить эти ветки но тем не менее покаянный труд принес свой плод сухие ветви кипариса кедра и сосны благодаря покаянию лота его таким трудам в которых она выражалась ожили процвели и проросло вот такое три составное древо из трех сросшихся между собою стволов разных пород растений впоследствии как говорят строители храма соломона срубили это древнее три составное древо для того чтобы использовать его в качестве балок для этого строительства но поскольку балки эти не подошли то они их выбросили и из именно вот из эти этого 3 состав трех составного древа и был впоследствии сделан тот крест на который мы распяли господа нашего иисуса христа ну это древняя легенда вот в таком символическом образном выражении призвано донести до нас ту мысль что искупление что спасение человека совершилось в ответ на его слезное покаяние господь пришел на эту землю для того чтобы спасти взывавшего к нему отсюда человека для того чтобы избавить его от власти дьявола от власти греха и при помощи своего креста вознести на небо вознести в объятия бога отца и в царство святой троицы вот эта мысль выражалась этой древней легендой но тем не менее существовало это место на котором по преданию это древо христа собственно и произросло на этом именно месте в шестом веке императором юстинианом был построен славный монастырь святого честного креста христова раскопки которые были проведены в двадцатом веке замечательным иерусалимовским археологом василием цафферисом который скончался в числе монахов братья святого гроба обнаружили остатки вот этих древних византийских строений монастыря византийского храма и вот тот современный храм в который приходят паломники и в котором в том числе находится вот такое особое специальное помещение часовня на том месте где по преданию росло то самое древо из которого был изготовлен крест христов вот этот храм 11 века он был построен на фундаменте 6 века на фундаменте того храма который был построен еще при императоре юстиниане современный же монастырь был в основном в основных своих строениях и в частности вот стоящий посредине его собор построен уже крестоносцами в нем сохранились фрагменты великолепных росписи 12 века также выполненных византийским мастерами но с латинскими на латинском языке подписями поскольку заказчиками являлись крестоносцы это вот было время такой кооперации когда и византийцы и крестоносцы плодотворно и трудолюбиво украшали святую землю памятниками своего присутствия и многие святые места в это время получили вот такое великолепное украшение в виде храмов и монастырей но впоследствии когда крестоносцы вынуждены были после своего поражения в битве при тиреаде и при хатине покинуть иерусалим султан салахаддин передал древние святыни иерусалима ну в первую очередь грекам иерусалимской церкви а также и своим союзникам а союзниками его являлись никто иные как православные грузины и вот с конца 12 века грузины которые некоторое время колебались чью сторону и занять или поддержать крестоносцев или выступить на стороне хотя и мусульманского правителя но отличавшегося с одной стороны благородным очень таким честным искренним характером салахаддина а с другой стороны салахаддин покровительство именно восточным церквям православным церквям покровительство грекам в их борьбе с крестоносцами которые он таким образом в своих правда интересах но возглавил и вот поэтому грузинские войска все-таки приняли сторону салахаддина и впоследствии были такими союзниками сначала турок сельджуков потом мамлюков и благодаря этому им несколько столетий достался контроль над многими святыми местами и многими монастырями святой земли которые были населены в первую очередь именно монахами вы с выходцами из грузии в частности в 13 веке грузинами был перестроен и украшен вот этот замечательный монастырь креста христова который оказался их достоянием и в том числе в братстве этого монастыря после того как при преподобном грузинском монахе прохоре он оказался во власти грузин в этот монастырь сначала в качестве такого светского чиновника инспектора и попечителя святых мест от имени святой царицы тамары был послан никто иной как шот и руставели знаменитый поэт автор поэмы витязь тигровой шкуре в которой кстати тоже очень многое навеяно его опытом знакомства общения с арабской поэзией и вообще арабским присутствием на арабоязычном присутствием на святой земле и во фресках фресках 17 века которые сейчас покрывают собой также части стен монастыря святого креста дважды изображен шота руставели первый раз он изображен как титр этого храма за перестройкой и украшением которого он следил по поручению царицы тамары а на другой росписи он изображен уже как смиренный монах который оставил мирскую жизнь и суету и удалился в эту обитель а возможно именно в ней и написал свою замечательную знаменитую поэму витязь тигровой шкуре в память о нем до сих пор улица которая ведет к этому монастырю в современном урусалиме носит имя шоты руставели ну а православные паломники могут посетить этот монастырь поклониться еще одной святыне посвященной чистому же творящему кресту в 17 веке грузины утратили свою власть над этим монастырем поскольку лишились своего союзника в лице мамлюков и в новых реалиях турецкой империи больше не могли уже в то время когда собственно их родина находилась в тяжелом упадке был отовсюду теснима врагами не находили средств для того чтобы платить тяжелые налоги в пользу турецкой империи и и поддерживать в достаточно благолепном виде святыни которыми обладали на святой земле поэтому в середине 17 века этот монастырь был отобран турецкой казною в счет неуплаты огромных долгов которые накопили грузинские монахи не имевшие возможности расплатиться и выплатить все те тяжкие налоги которые должны были уплачивать в пользу турецкой администрации но греки которые очень боялись потерять вот древнюю святыню монастыря креста христова собрали средства везде в тех местах где только могли их получить отправились за сбором и в российскую империю откуда получили довольно большие пожертвования и в свои традиционные места где подвязались также выходцы из Иерусалимской церкви в Бессарабии в Молдавалахии и на собранные деньги смогли погасить ту огромную сумму которую задолжали грузинские монахи выкупили монастырь креста и основали там школу святого креста которая стала первым и в течение многих веков таким знаменитым славным учебным заведением Иерусалимской патриархии здесь эта школа находилась вплоть до двадцатого века когда появилась семинария на святом сионе и до сих пор небольшой музей который устроен сейчас арабоязычными христианами которые могут сейчас присматривают за зданиями этого монастыря вот они сохраняют и фотографии этой школы этого братства греческого уже которые когда-то подвязалась в этой обители и также устроены и такие залы с ну как бы реконструкции такого вот уже быта арабоязычных христиан в те времена когда здесь безраздельно господствовало турецкая империя монастырь этот представляет из себя вот такой великолепный сад за своими узкими низкими дверями через которые мог пройти только паломник но не мог въехать всадник бедуин разбойник и за своими вот этими крепкими крепостными стенами которые также должны были оградить этот монастырь от нападений разбойников бедуинов внутри он представляет из себя такой цветущий сад сохранились и великолепные прекрасные росписи фрески хотя и в таком несколько конечно уже обветшалом состоянии ну и вообще это древняя святыня конечно всячески достойна посещения поклонения от тех православных паломников которые будут иметь возможность побывать в этом святом месте и так вот лишь немногие из тех святых мест святой земли палестины которые связаны с крестом господа нашего иисуса христа с почитанием этой великой святыни связано с праздником воздвижнее честного животворящего креста который мы с вами в эти дни продолжаем совершать и праздновать и с которым сейчас поздравляем наших зрителей следящих за нашими беседами слушающими их на портале экзегет внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры создавал DimaTorzok